Из 40 так называемых зимников или зимних дорог в Красноярском крае сейчас действуют только 7. И то те, по которым можно перемещаться и летом. А вот что касается ледовых переправ, то не готова ни одна. И всему причина аномально тёплая погода. Жители деревни Старая Копь стали заложниками затянувшейся осени. Паром уже не работает, а льда пока ещё нет. Добраться из деревни в райцентр они могут только на моторке. Проехать по автодороге тоже пока нельзя. Во-первых, далеко, объезд около 30 километров, а во-вторых, зимника ещё нет. И на простой машине не проедешь. А ехать надо за оформлением документов, за продуктами, которые в райцентре дешевле, чем в заблокированной деревне. В подобной сложной ситуации оказались десятки посёлков в Каратузском, Менесейском и Мотыгинском районах, где проживают около 30 тысяч человек. Служивающей организацией заранее завезён уголь. Завезены медикаменты необходимые, фельдшерский, акушерский, пандфаб. Также у нас осуществлено дополнительно предпринимательными завезённые продукты питания и необходимые вещи в магазины. В управлении автодорог по Красноярскому краю вспоминают, такого не было уже очень давно. Против неожиданного каприза природы человек бессилен. Всё, что остаётся специалистом, это сидеть и ждать. Нет снега и льда, нет зимников и ледовых переправ. Движка по срокам уже есть на две недели по северным районам. Ожидается, наверное, что до месяца по отдельным направлениям, по зимникам. Ну а в большей степени, если честно, касается это ледовых переправ. То есть в обычном режиме, при стандартной погоде, у нас уже начинались работы по заливке ледовых переправ в Матагинском районе, в Енисейском, а сейчас пока погода не позволяет, там даже как-то заберегов нет, то есть вода открытая. В Красноярском гидрометцентре тоже не утешают. Здесь пока дают тёплый прогноз. В ближайшее время холодов не ожидается. Сейчас аномалия очень большая. И она сохранится, вот наш официальный прогноз, до 25 ноября. И в весь этот период будет стоять положительная аномалия от 8 до 10 градусов. Всему причина – обширные циклоны из Атлантики. Причём они принесли аномальное тепло не только в наш край, но и в Россию. Почти вся территория страны на карте – красная. Это зона необычного тепла. По данным гидрометцентра России, в Красноярске завтра ещё будет плюсовая температура. А начиная с четверга ожидается понижение, но небольшое. До минус трёх в понедельник днём и будет идти снег. И если для десятков посёлков в крае это означает, что ледовые переправы появятся не скоро, то у красноярцев такой прогноз вызывает лишь положительные эмоции. Уже должно, снег должен лежать, а вот всё ещё нет. Сплюньте! Лучше так пока тепло. Знаете, как холодно, а что бы ждать? Лучше пусть такая погода будет. Хорошая погода не может не радовать. Ну и такая аномальная зима, несмотря на то, что всё меняется, изменяется. И вероятно, это не очень хорошо, но хорошая погода – это прекрасно. Для нас хорошо сибиряков, потому что чем дольше не придёт холод, то тогда у нас, наверное, и зима будет покороче. И всё-таки зима скоро придёт в наш регион. Примета этого – подготовка к Новому году. В Красноярске уже монтируют главную ёлку, а в декабре начнут устанавливать ледовый городок, поэтому гулять с жителем краевого центра и потерпеть сельчанам осталось недолго. С приходом календарной зимы в Красноярский край придёт и настоящий мороз. По прогнозам Красноярского гидрометеоцентра, в декабре среднемесячная температура ожидается ниже на 2 градуса, чем обычно. Не 14 градусов, а минус 16, а то и 18. Андрей Стародым, Андрей Шалаков, Денис Тимошенко. Новости. Субтитры подогнал «Симон»